Московская область в этом году остается в числе лидеров по приросту населения. Поэтому одним из важных проектов губернатора Подмосковья являются программы по строительству школ и детских садов. Этот год в России наш президент объявил годом педагога и наставника. Мы реализуем в Подмосковье большие программы. У нас обучаются 1 миллион 40 тысяч детей и 1 сентября ждем прибавления. Еще 40 тысяч школьников плюс 20 тысяч дошколят. В этом году построим 27 школ на 18 тысяч мест. 13 детских садов более чем на 3,7 тысяч мест. В системе образования Одинцовского округа функционирует 32 комплекса, в том числе 3 школы для детей с особенностями здоровья. В январе этого года начали работу два детских сада в Кубинке и Гусарской балладе, где возводят и самую большую школу в Подмосковье. Сейчас у нас готовятся к открытию 1 сентября еще два сада. Это сад на 300 мест в Немчиновке и садик на 400 мест в Трехгорке. И плюс еще у нас откроются 4 школы. Это школа в Гусарской балладе на 2200 мест, это школа в Немчиновке на 550 мест, это пристройка к 14 гимназии на 500 мест и пристройка к 8 школе для обучающихся школу Надежда на 200 мест. Капитальный ремонт учреждений образования – одно из основных направлений в округе, по которым идет постоянная работа. По президентской программе образования в прошлом году уже отремонтировали Веденскую школу в Звенигороде, в этом работы идут во второй Кубинской школе. Также ремонт начат еще в трех образовательных учреждениях. Самыми крупными комплексами стали центр «Флагман» в Трехгорке, школа номер 3 в Одинцове и Лесногородская школа. Основной и главной задачей для школы в предыдущем учебном году было, конечно же, зайти в зеленую зону. Нам повезло больше и удалось войти в топ-100 учреждений образовательных Московской области. Конечно же, ученики дали и внесли огромный вклад для того, чтобы школа вошла в зеленую зону. Кроме того, в муниципалитете реализуется много федеральных и региональных проектов. У нас есть интересный проект – это эффективная начальная школа. То есть дети вместо четырех лет обучаются три года. У нас этот проект реализуется как раз во «Флагмане». У нас есть проект для начальной школы – это школа полного дня. Там, где дети могут находиться с утра и до шести-семи вечера. Тоже такая школа у нас открыта. Такие классы открыты в третьей школе и в «Квантуме» открыты. Такие классы в Звенигороде. Один из успешных проектов – открытый школьный стадион. Он позволяет пользоваться всем жителям инфраструктурой образовательных учреждений. На данный момент функционирует уже 24 стадиона. В этом году планируется открыть еще пять. В округе открываются центры точки роста. Их цель – сделать доступным для учеников сельских школ обучение с использованием передовых технологий. Также по программе губернатора Московской области в густонаселенных микрорайонах округа открыты полисадики. Полисадики – это очень интересная программа губернатора Московской области, которая очень выручила округ, потому что не всегда возможно построить садик. У нас достаточно некоторые районы густо населены, густо заселены. И получается, что нет пятна застройки, где бы можно было построить сад. И вот эта программа полисадики позволила нам предоставить места, снизить очередность в наши детские сады. В полисадиках идет полноценный образовательный процесс. С ребятами, как и в обычных детских садах, работают квалифицированные педагоги. Единственное отличие – прогулочная зона на ближайших детских площадках. Одними из самых востребованных в округе остаются полисадики в Трехгорке, Звенигороде и в Одинцове на улице Северная.